Да, мои прекрасные зрители, кто смог услышать, тот не ослышался. А Данечка спросил меня, как произносится правильно, кеплеру или каплеру. И на самом деле на итальянском языке эта фамилия звучит именно так, а на русском, я думаю, что кеплер. Дане недавно исполнилось 7 лет, он ходит в первый класс. В Италии школа начинается с 6 лет. Признаться, я в своем возрасте не просто не знала, кто такой кеплер, я вообще не знала о существовании этого человека. В этом видео я расскажу о том, какие книги читают мои дети. Возможно, многие подумали, что я буду хвастаться, какие сложные книги они читают. Но на самом деле я просто расскажу о том, каков подход к выбору книг прежде всего у школы. При этом очень многие меня поправили, сказав, Яна, возможно, твои дети входят не в стандартную итальянскую школу, и действительно они вообще не посещают итальянскую школу. Никто из детей начальную итальянскую школу не посещал. Они занимаются школей, которая преподает по англосаксонской системе. И школа называется английская. Она отличается не только тем, что там все предметы, кроме итальянского языка, преподаются на английском языке, она отличается именно подходом. Это англосаксонский подход. Он несколько отличается от итальянского, и он отличается от привычного нам советского подхода. И одно из отличий – это то, как дети себе выбирают каждую неделю книги в школьной библиотеке. Дети всех возрастов один раз посещают школьную библиотеку. Библиотека рассчитана на возраст от 6 лет плюс 5, получается, до 11 лет, потому что это библиотека для начальной школы. Соответственно, там есть книги очень разные, и текст, и написание, и истории совершенно разные. От комиксов до книг просто с фотографиями до действительно достаточно сложных текстов все это можно там найти. И ребенок в любом возрасте, когда один раз в неделю заходит в эту библиотеку, он имеет право выбрать абсолютно любую книгу, абсолютно любой сложности и на абсолютно любую тему. Это значит, что если ребенок выберет очень сложную книгу, где в основном присутствует текст и отсутствуют картинки, ему никто не скажет, поставь эту книгу на место, она для тебя слишком сложная. Если же он, наоборот, в свои почти 11 лет выберет комиксы, либо какую-то примитивную книгу, которая ему понравилась, по миллиону причин, о которой взрослый может даже не догадываться. Например, понравились фотографии или картинки, или эту книгу он читал в первом классе и решил прочитать ее снова. Возможно, с этой книгой связаны какие-то воспоминания. Ему никто также не скажет, что за простую книгу ты себе взял, мог бы выбрать тексты посложнее. Дети берут книги один раз в неделю и возвращают эти книги также один раз в неделю. Соответственно, у них есть некий график чтения. Всю книгу невозможно прочитать, очень часто дети этого не делают. Но именно таким образом, по всей видимости, прививается любовь к чтению. Мои дети все читающие дети. При этом они читают на любом языке, на котором способны читать. Двое старших детей читают в том числе и на русском языке. Да, не только предстоит освоить русский язык и азы русского языка. Сегодня я села читать книгу. Многие часто меня спрашивают, Яна, что ты читаешь? Я, если честно, начала читать вот эту книгу. Это совершенно не моя тема, но книга написана настолько увлекательно и просто, что я стала ее читать. Обычно я книги читаю, помечаю то, что мне нравится, то, что я хочу запомнить. Так произошло и в этот раз. Книга стоила недорого. По всей видимости, это какое-то вообще бракованное издание, потому что страницы прямо-таки вылетают. Всего 2,50 я заплатила за эту книгу и планирую докупить абсолютно всю серию. Эта книга понравилась Егору. Я ему купила в качестве подарка. Эта книга понравилась мне. И эти книги начали читать также младшие дети. Если от Габрюшечки ожидать, что он будет читать подобную книгу, вполне обоснованно, то Даниль начал читать эту книгу совершенно неожиданно. Для меня я села читать, и он сказал, Мама, можно я прочитаю твою книгу? Безусловно, он не читал ее долго. Примерно 5 страниц он осилил достаточно сложного текста. Но, тем не менее, это как раз-таки то, о чем я рассказала до этого. Ребенок волен выбрать абсолютно любую книгу, которая находится, допустим, в семейной библиотеке. Совершенно отличным является так называемое мною наслаивание материала. Этот способ действительно меня сначала удивлял, поражал, а потом я поняла и увидела, насколько он работает хорошо, и насколько он увлекателен для самого ребенка. И это совершенно не свойственно советскому подходу образования. Я здесь сейчас не говорю о том, какое образование лучше. Хочу это прямо-таки подчеркнуть. Но я помню себя в детстве и помню очень хорошо то, как мы изучали материал. Мои дети изучают материал совершенно иначе. В детстве, в шесть лет, знать, кто такой Галилео, кто такой Донателло, кто такой, не знаю, возьмем самые-самые известные фамилии из самых разных областей. Это могут быть деятели культуры, это могут быть ученые. Это вполне нормально. В шесть лет ребенок знакомится с достаточно сложными, как нам кажется, взрослыми историческими фактами, событиями и очень важными историческими именами. И потом идет некое наслоение материала. Сначала рассказывают, что этот персонаж является тем-то и тем-то. Он жил там-то и там-то в таком-то времени. Потом рассказывают о событиях, которые в этом времени происходили. Потом изучаются специфические слова, которые связаны со сферой его деятельности. Таким образом, изучение материала происходит по принципу наслоения. Каждый раз дается все более сложная и обширная информация. И очень интересно, что берется одна фигура, и потом с этой фигурой связаны также исторические события и место, что происходило в это время в другой точке нашей земной планеты. Очень интересная система, которая, безусловно, способна увлечь ребенка. При этом, повторюсь, сложность даваемого материала вначале меня очень удивляла. Здесь в Падуе есть то, что он нарисовал. Он рисовал картины, которые назывались «Афрески». Фрески. Не слышал. Не слышал. Но он не видел какие-то картины. Вы видели? Тебе понравилось? Да, я нарисовала даже. У тебя есть картина Джотто? Да, вспомнил. Нет, я попробую ее нарисовать. И он даже любит нарисовать. Покажешь? Не знаю, если можно ты не скидь домой. Ну, попросил маэстро, хорошо? Покажу. На самом деле, Даниль сегодня приболел. Поэтому он дома. Он достаточно хорошо себя чувствует. Но в целом, ему, конечно же, скучно. Он берет другую книгу. Именно эту книгу он выбрал в школьной библиотеке. Книга, конечно же, связана с котами. Ребята очень надеются, что в ближайшее время у нас появится кот или кошка. Книга на английском языке. Даниль изучает английский язык первый год. Поэтому сложный текст, обширный текст ему действительно дается трудно. Кстати, удивительно происходит обучение английскому языку детей, которые на английском языке вообще не говорят. Являются, получается, иностранцами. Обучение также основано на так называемом «мною наслоение». Это мой термин, который я выделила для себя как родитель, обучающихся по такой системе детей. Берется очень простое предложение. Знакомая всем мама мыла раму, например. Либо мама собирает цветы. И ребенок вместе с педагогом читает эту фразу. Совершенно не умея читать. Он просто повторяет за педагогом, который показывает к тому же слова, которые он называет. «Мама собирает цветы». И так происходит несколько раз. Это прямо-таки повторение «мать учения». Потом слово «мама» меняется на «дочка собирает цветы». Слово «дочка» меняется на «папа собирает цветы». Таким образом, к концу подобного чтения, небольшой тонкой книжки, ребенок как минимум уже услышал и несколько раз повторил такие слова, как «собирать», «цветы» и, соответственно, перечислил слегка членов семьи. Удивительная методика, очень хорошо работает. Поэтому и чтение на английском языке для ребенка 6 лет, который не говорит на английском языке и впервые в жизни с ним столкнулся, происходит примерно таким же образом. Ребенок просто видит знакомые ему слова и, составляя из этих слов некий контекст, понимает, о чем речь, в том числе благодаря рисункам, либо, как в данном случае, фотографии. Габриэлю скоро будет 11 лет. К 11 годам он прочитал всю библиотеку, которая положена мальчику его лет, всю мировую классику. Это, конечно же, Жюль Верн, это, конечно же, подобные приключенческие романы. На каком языке он их читает? В Италии очень сложно найти книги, которые действительно достойно переведены на итальянский язык, при этом были написаны, например, на английском языке. И очень часто дети читают эти книги в оригинале, то есть это неадаптированный перевод, допустим, на итальянский язык. Также с Альгарией Конандоль был прочитан практически весь. На каком языке? Тоже выборочно. Если был хороший перевод на итальянском, его удавалось купить, мы покупали на итальянском языке. На самом деле, свою первую библиотеку, которую потом читали, в том числе и братья, получил Егор в 10 лет в качестве особенного подарка. Мы сказали ему, что свою первую библиотеку и те книги, которые мы ему посоветуем, мы очень надеемся, ему понравятся, он будет всю свою жизнь помнить. И, надеюсь, действительно, это был хороший запоминающийся подарок, о котором Егор будет вспоминать, в том числе с теплотой. Ну что ж, мои прекрасные зрители, на сегодня это все. Я с вами прощаюсь, желаю всем умных, послушных, классных детей. Но самое главное, чтобы эти дети были здоровы и счастливы рядом с вами. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.